Субтитры создавал DimaTorzok 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 И так же Аллах послал к нам пророков и посланников И он их выбрал и возвысил для того, чтобы они донесли им 12 религию То есть поэтому недопустимо, чтобы мы говорили о пророках и посланниках Потому что тот, кто ругает их или говорит о них в какой-то непристойной форме В основе своей, получается, он попирает права Аллаха этим самым То есть, что касается истории Адама, как сказали ученые, если бы не те аяты, которые не спустились к нам в отношении Адама, то мы вообще о нем бы ни о чем не говорили никак И о той истории, что он съел запретный плод Мы говорим лишь то, что нам сообщил Всевышний Аллах И говорим, что Аллах принял его покаяние и дал возможность ему покаяться Так же, что касается сподвижников пророка То есть, и поэтому тот, кто, говорит, начинает ругать их или начинает каким-то образом порицать или обсуждать То в своей основе, то есть, получается так, что он начинает порицать и ругать пророкам и всех сподвижников И поэтому каждый, кто говорит о сподвижниках, порицая их, он этим самым порицает Аллаха Почему? Потому что Аллах доволен ими И он их выбрал для того, чтобы они были сподвижниками этого права И не может быть иначе, кроме того, что Аллах выбрал сподвижниками самых лучших из людей И мы убеждены и никак, ни капли не сомневаемся в том, что сподвижники являются самыми лучшими из творений после пророков и поста Во-вторых, так, кто начинает, пускается в рассуждение сподвижников, он начинает тем самым поносить религию Аллаха Кто донесет до нас религию Аллаха? Это сподвижники Раду Аллахи Поэтому тот, кто осуждает сподвижников чем-то, он говорит о том, что до нас религии донесли недостойные люди Те, которых можно ругать и поносить Тот, кто осуждает сподвижников, этим самым осуждает пророка, потому что человек на религии своего друга И также пророк сказал, не ругайте моих сподвижников То есть, поэтому ясно, что нельзя поносить сподвижников и ругать То есть, всех, что касается сподвижников, всех мы их вспоминаем только в благом контексте То есть, например, возьмем пример такой, говорит, у тебя глаз начнет болеть, что ты будешь делать? То есть, когда ты начнешь тревожить свой глаз, чесать его, боль увеличится же или, наоборот, уменьшится? Кто ответит? То есть, надо его оставить в покое горячее, если он болит А если начнешь его тревожить, глаз чесать, он еще больше начинает болеть И как сказал имам Абн-Ал-Кайм, рахима Аллах Некоторые, говорит, некоторые мудрецы сказали, да? В ней мудрецы, врачи сказали Сказали, что сподвижники пророка Мухаммада, они, говорят, подобны глазу То есть, не приближайся к ним не иначе, как с добром То есть, также нельзя читать те книги, в которых описываются те вещи, которые происходили между сподвижниками То есть, даже нельзя читать те книги, которые написали Ахли Сунну Аль-Джама'а То есть, что говорит о тех книгах, которые вообще не написали те, кто не относит себя к Ахли Сунну Аль-Джама'а? Почему нельзя, говорит, читать такие книги? Потому что, говорит, читая такие книги, возможно, в твоем сердце что-то останется, говорит То есть, неужели ничего из знаний не осталось, кроме как то, что разбирает те вопросы, которые были среди сподвижников И какая польза из этого? То есть, возможно, что ты тем самым выйдешь лицемером А в твоем сердце останется что-то Почему бы не читать тебе те книги, в которых писал о достоинстве сподвижников? Некоторые люди начинают читать о сподвижниках и в то же время не знают достоинства Ахли Сунну Аль-Джама'а Или же он услышал одно слово в адрес Ахли Сунну Аль-Джама'а А последствия этого слова остались в его сердце А как же, говорит, поступать это нам с теми аятами и хадисами, с теми хадисами, которых запрещено ругать сподвижников? И то, что, говорит, произошло между сподвижниками, Раду Аллаху То есть, то, что произошло между сподвижниками, говорит, Аллах нас уберег от того, чтобы оказаться в этой ситуации с ними Говорит, поэтому так же мы должны уберечь наши языки, наши глаза, говорит, и наши уши, чтобы впускаться в рассуждение, говорит, этих событий И, говорит, вся проблема заключается у нас в том Потому что, говорит, мы начинаем, говорит, эти вопросы распространять и впускаться в рассуждение отношений Сейчас, например, придет кто-то из числа шиитов-рафидитов И начнет говорить про Аишу, Раду Аллаху Что мы, говорит, сделаем? Кто знает? То есть мы говорим, как чаще люди поступают, кроме тех, над которыми не смеялся, если видят такую запись, где какой-то рафидит ругает, они начинают рассылать по всем группам в WhatsApp, своим близким, друзьям это видео. Почему? Для того, чтобы люди услышали, что этот рафидит говорит в отношении матери правоверных Айчарадов. То есть, мало того, что распространять, даже, говорит, внизу этих видео, когда распространять, не пишут, что эти слова являются куфром и заблуждением, не верим. А по сути, под этим видео надо подписаться. Так, вот тот, кто распространяет этот видео, говорит, он противоречит, говорит, Хурану и Сунне, говорит, и праведным предшественникам этим самым. В действительности, или то, что мы видим, говорит, если кто-то из людей начнет говорить о чьем-то родителе, и пришлют ему эту запись и скажут, послушай, что сказал такой-то в отношении твоей матери. Что он сделает? Как он поступит? Ирсалил группы. Начнет рассылать это по группам. То есть, он скажет, послушайте, что сказал такой-то и такой-то в отношении моей матери. То есть, неужели, говорит, вот, скажите, ради Аллаха, неужели мы так будем поступать с нашими матерями? И как же, говорит, Айша, является матерью для каждого верующего человека? Также, что касается, говорит, Абу-Бакр, Аумар, Аусьмана, Али, говорит, Муави и других сподвижников, почему мы так поступаем в отношении? То есть, даже ты же не рассылаешь, говорит, смотрите, что такое-то и такое-то, сказал, в отношении меня, моей семьи, моих родственников. Ты же не делаешь, то есть, даже в пределах Казахстана, не делаешь. То есть, я вот, тех людей, которые рассылают эти видео, я, говорит, спросил, говорит, а, говорит, ты знаешь что-нибудь о достоинствах Муави? И он мне ответил, говорит, нет, я ничего не знаю. И говорит, у меня, говорит, в сердце что-то есть, говорит, какая-то, говорит, есть что-то против Муави, говорит. Говорит, это, 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 плоды, говорит, то, что ты делаешь, говорит, это, начало лицемерия. Так же, то есть, мы должны, говорит, просить у Аллаха довольствия для сподвижников, говорим, радуй Аллаху анхим. Должны читать те книги, в которых описывается достоинство сподвижников. Защищаем их. Не вспоминаем их никак иначе, кроме как благи. Если, говорит, приходит подобное видео, где поносится сподвижники, их нельзя распространять. И, говорит, тот, кто, говорит, распространяет эти видео, то есть, начинает, то есть, закидывает эти видео, это, говорит, неверующий. Потому что они хотят, говорит, этим самым поносить пророка, сам поносить религию. Потому что тот, кто поносит Аишу, в действительности, он поносит пророка, поносит религию. Что, братья, касается чтения книг, ты не можешь читать любую книгу, которая тебе понравилась, сделать, читаешь. То есть, например, можно разве брать книги, читать, в которых пишется о колдовстве, про колдовство? Могу. Нет, говорит, недопустимо. То есть, как ангелы, которые сказали, мы никому не обучаем до тех пор, пока мы не скажем, что это куфр является. А что касается чтения, читать те книги, в которых пишется о тех ситуациях, в которых были между сподвижниками, это хуже, чем читать книги о колдовстве. Потому что, говорит, это приводит к тому, что человек начинает ругать Аллаха. Ругать пророка, ругать религию. То есть, что касается, говорит, этих книг, в которых пишется о сподвижниках, то есть, в плохом свете выставляются они, эти книги, говорит, распространены с людьми и людей. А что касается книг единобожьих, книг акиды, их мало, говорит, распространены с людьми, но разве даже не найдешь, говорит. У некоторых в телефоне, говорит, видишь много, говорит, вырезок, высказываний каких-то рафидитов, каких-то мурджитов, каких-то христиан, и еще кого-то, и не увидишь у него в телефоне, чтобы было что-то про единобожье. То есть, не все, что тебе приходит на телефон, ты должен рассылать другим. Особенно, что касается сущности Аллаху, так же, что касается пророков и посланников, так же, что касается сподвижников и наших праведных предшественников, четырех имамов. Особенно, что касается здесь, в вашей местности, это имам Буханифа. Как, говорит, ты можешь говорить плохо об имаме? Потому что тот, кто, говорит, поносит кого-то из имамов, в своей основе, он поносит сумму этим самым. То есть, а кто-то может сказать, а что, говорит, он обезопасен от ошибок? Нет, говорит, мы так не говорим, что он обезопасен от ошибок. Более того, говорит, если кто-то скажет, что в этой общине после пророка кто-то обезопасен от ошибок, то, говорит, это является большим куфром. Однако, говорит, тот человек, когда говорят эти слова, что, говорит, имам Абу Ханифа обезопасен от ошибок, этим самым, говорит, хочет, как бы, ругать имама Абу Ханифа. И это то, говорит, посредством чего, говорит, произошли разногласия в религии, разделение мусульман на группы, говорит, какие-то сражения, убийства, говорит, произошли. То есть, ты, говорит, если не хочешь брать слова имама, проблем нет в этом, не бери, говорит, но это не значит, что ты можешь его ругать. Братья, говорит, неужели, говорит, ругательство является религией? Разве, говорит, ругательство это религия? Нет. Никогда, говорит, ругательство не было религией, точно так же, как и танцы не были религией? Разве, говорит, пророк, сам поступал с неверующими подобным образом? То есть, они неверующие, они кафиры, однако, пророк сам не ругал их, не поносил, не проклинал. То есть, поэтому мы должны внимательно относиться к тем вещам, которые к нам приходят, от кафиров, да, неверующих людей. То есть, каждая вещь, которая тебе приходит, должна сравнивать с аятом. Скажи, если вы любите меня, то следуйте за Аллахом и полюбит вас Аллах. И это, говорит, висыгарь для нас. Почему мы не читаем книги с алифов наших имамов? Кто из нас читал, например, сборник имама Бухари с Сахиха или что-то из него? Или же, например, книгу «Сады праведных». Или же книга «Зада المعада», который является имамом Бухари. Или же, говорит, книга «Един Божий», «Китаб от Тахауи», или же, говорит, книга «Един Божий», «Китаб от Тахауи», или же, говорит, «Акида от Тахауи». А у кого-то спрошу, говорит, я читал о том, что происходило между сподвижниками, читал то-то и то-то, и то-то. И это, говорит, говорит, те вещи, от которых предостерегали нас ученые, говорит, для того, чтобы мы не впали в лицемерие, в нифак. Я ему сказал, что я не читал эти книги, читал, что я не читал эти книги, читал, что я не читал эти книги. То есть, а другой, говорит, мне сказал, а до каких пор мы не читать эти книги, значит, до каких пор мы должны остерегаться подобное? До каких пор мы должны закрывать наши глаза? То есть, до тех пор, говорит, пока ты не встречаешь с Аллахом. То есть, когда встречаешь с Аллахом, выбирай, говорит, как тебе встретить Аллаха, будучи единобожником или будучи лицемером, говорит, выбор за тобой. То есть, что касается слушания кассет и чтения книг, мы должны лишь читать те книги, которые написали большие ученые. И так же не надо верить всему, что приходите на телефон, даже если будет написано, что это сказал шейх-бан-бас или шейх-бан-усамин. То есть, недавно, говорит, тут был случай. То есть, некоторые, говорит, недавно, говорит, было такое, что, как бы вышла такая фатва, под которой подписался муфти, говорит, и подписался, говорит, комитет больших ученых. Даже фотографии выставили, там, где есть подписи, говорит, и печать, что касательно музыки, и все, говорит, и, говорит, даже некоторым людям стало известно, что это ложь на этих ученых, они все равно и продолжали распространять. Даже, говорит, было, говорит, в прошлом году, что начали распространять о начале Рамадана. И говорит, что вот уже объявили о начале Рамадана в Саудии, и даже сделали видео, как будто бы на одном из каналов в Саудии показывают. Хотя, на самом деле, еще само королевство не объявило о том, что наступил Рамадан. И говорит, все начали, говорит, распространять, кроме тех, над которыми усмелся с Аллах, что вот завтра уже начнется Рамадан. И даже, говорит, выяснилось впоследствии, что это оказалось сложным. То есть они взяли вывеску пяти-шестилетней давности какой-то передачи и ее подстроили так, как будто это казалось этого Рамадана. Для чего, говорит, делают подобное? Это как делать для того, чтобы люди перестали верить чему-либо. То есть хотят добиться того, чтобы люди даже перестали верить сборнику имаму Аль-Бухари. Для того, чтобы люди стали сомневаться в своей религии. То есть хотят скинуть больших ученых. Хотят сделать так, чтобы среди нас не осталось ни имамов, ни ученых. Они не хотят, чтобы осталось четыре имамы, ни сподвижников. То есть не хотят, чтобы не осталось ученых. Поэтому будь осторожен для того, чтобы не стать причиной для этой вещи. То есть какая-то вещь может показаться вам маленькой, но по стечению времени увидишь, что это дело стало большим. Возможно, говорит, что человек в данный момент стал предводителем какой-то заглушей группировки, и он сам этого не понимает. То есть просим, говорит Аллах, спасение, говорит, да, и защита, говорит, что человек по причине лишь одного слова может быть вернут в огонь. То есть этим словом он портит все, что в этой дуне и то, что будет его в Ахире на том свете. Я говорю, Аллаху, прошу для себя и для вас прямого руководства и помощи. И Аллаху, по-батамиду, молучше. Ассалаллаху, саламу, аля навина Мухаммад.